Добрый вечер, уважаемые телезрители! Вы смотрите Арктик ТВ, в прямом эфире программа «Знаки». Я ее ведущий, астролог Сергей Сгазинский. В этой программе мы не говорим о политике, изучаем судьбы людей с позиции расположения звезд. Вы можете задавать свои вопросы нам в астрологической группе, которая называется «Астрологический центр знаки». Находится она в социальной сети ВКонтакте. И вот к нам пришло очень много вопросов по интернету, и сегодня весь эфир посвящен ответу на эти вопросы, иначе люди ждут, ждут больше месяца, и надо нам поскорей с этими вопросами все решить. Кроме того, здесь в группе «Астрологический центр» есть такая информация, что все желающие, проживающие в Кировской Апатитах, приглашаются изучать астрологию. И вот есть специальный раздел обучения астрологии в Кировске. Здесь можно найти программу обучения, как записаться, что будет на этих курсах. И поэтому всех желающих, интересующихся древней наукой, я приглашаю на вот эти курсы. Кроме того, у нас есть небольшое объявление. Продолжается набор учеников на индивидуальные занятия по английскому языку. Новый авторский экспресс-курс для тех, кто ценит свое время. Узнайте о новых методах изучения языка, лучших сайтах, программах, которые ускорят результат. Воспользуйтесь планами для самостоятельного учения и получайте персональную консультацию в сети. Всю информацию о занятиях, стоимости и расписании можно узнать по телефону 960 021 06 20. 960 021 06 20. А у нас есть вопросы. В разделе «Ваши вопросы» астрологу. Вопросы приходят. Вот Андрей нас спрашивает. Здравствуйте. Имя Андрей родился тогда-то в Мурманске. Хотелось бы узнать, ожидать ли ближайшие годы рождения ребенка в семье и что ожидает в этом году. Спасибо. Ну и вот мы открываем карту Андрея. Вот в данном 5 мая 1985 года, воскресенье. Ну и давайте посмотрим, что здесь разворачивается. Ну, если есть проблемы с детьми, всегда как-то карта должна показывать, что они должны быть. То есть есть какие-то планеты, какие-то там узлы там всякие, которые крутятся вокруг этой проблемы. Когда-то эти проблемы решаются, когда-то они усиливаются. По-разному бывает. Ну, конечно, не мужская карта больше показывает ребенка, а ребенка показывает больше женская натальная карта. Хотя в мужской это тоже все видно. И вот давайте посмотрим, что же здесь происходит. Солнце в Тельце в 15 градусе, а напротив Луна находится. То есть Луна в Скорпионе. Андрей, вы родились в полнолунии. Прямо в момент полнолуния. Мало того, что это не просто полнолуния, это лунное затмение. Пятый дом, который отвечает за рождение и воспитание детей, находится в знаке рака. Вот этот знак. Раком управляет Луна. И Луна находится здесь в тяжелейшем положении. Во-первых, в знаке Скорпиона она падшая. То есть ей там очень и очень тяжело. Она находится с заходящим южным узлом, который снижает ее деятельность. И еще с одной планетой, которая вообще все сжимает и ограничивает, это Сатурн. И поэтому вот эти проблемы, может быть, зачатие деторождения, они здесь вот написаны. Но самый один из оптимальных вариантов, эта карта будет говорить о том, что не все так будет просто. И только в каком-то там зрелом возрасте, после 30, все это может разрешиться. Это первый показатель. Второй показатель. Здесь Солнце и Луна в оппозиции друг к другу. И вот на Юпитер такой, как астрологи называют, Тау-квадрат нарисован. Этот Тау-квадрат дает борьбу за справедливость, все время сложности, может быть, во взаимодействии с социумом и так далее и тому подобное. И поэтому здесь надо вот расслабиться как-то. Надо в ближайшее время не стараться, чтобы происходили негативные мысли относительно того, что вот там что-то не получается, вот там все время в напряжении, вот там где-то несправедливость какая-то. Надо это все выбросить из головы. И вот на сегодняшний момент, чем уникален для вас этот год? Тем, что планета Нептун транзитная, которая идет сейчас по рыбам, входит в этот 15-й градус рыб и делает очень позитивный аспект и к Луне, которая отвечает за деторождение в вашей карте, и к Солнцу, который сигнифицирует это деторождение. Это уникальное время, и поэтому вот им надо обязательно воспользоваться. И если преодолеть вот эти тяжести, которые здесь показаны, то ребенок может появиться на рубеже 2018-2019 года. Это вот один из таких позитивных показателей. Другой позитивный показатель сработает чуть позже. Например, так, 20, так, 18-22 сюда в районе 37 лет еще есть возможность. Так что возможности есть, хотя изначально проблемы показаны. Женщину бы, конечно, посмотреть было бы легче и понятнее. Так что в этом году надо не расстраиваться, надо думать о хорошем, сконцентрироваться на этом процессе и расслабиться, выбросить все проблемы из головы. И тогда, может быть, что-то будет позитивное. Следующий вопрос. Сейчас мы откроем. Светлана у нас спрашивает. Здравствуйте. Хотелось бы спросить про подругу. Хочется ей помочь. Зовут ее Екатерина. Родилась в Барнауле 24 марта 83-го года. Проблема в том, что 2 года назад она купила в квартиру новую мебель в детскую комнату, которая фонит токсичными парами. Вызвала СЭС, они дали заключение, что есть токсичные вещества. Она ее убрала. Позже была куплена другая мебель. Ситуация повторилась. На данный момент она эту всю мебель убрала, но запах остался, и она его чувствует. Не может в комнатах находиться, задыхается. Вплоть до того, что хочется продавать квартиру. Здоровье ухудшилось. Тяжело дышать. С мужем отношения стали напряженные. Аллерголог поставил диагноз непереносимость. Она загнала в себя в угол и не знает, что делать дальше. Посмотрите по ее гороскопу, будет ли продажа квартиры. Если нет, то как будет ее состояние. Изменится ли что-либо. Как с мужем будут дальше отношения из-за этой ситуации складываться. И как у нее дела будут с работой. Вот такой сложнейший вопрос для астролога. Сложнейший. И мы попытаемся постепенно на него ответить. Вот сейчас гороскоп Екатерины включится. Вот 24 марта 83-го. Вот сама карта. Значит, что здесь мы видим? Мы видим Солнце в Овне в самом начале с Меркурием. Но Солнце в Овне с Меркурием и Марс еще в Овне дает человека такого очень баранистого. Вот прет он на своем в какую-то сторону и вот не отступает. Такой вот, ну, прямолинейно сказать трудно, но активный человек. Вот все время какая-то активность показана. А Луна, которая отвечает за душевное состояние, она находится в знаке рака. Что говорит о повышенной чувствительности, ранимости, капризности и переживательности. И вот в настоящий момент эта Луна очень сильно задействована здесь другими планетами, которые идут сейчас по небосводу и делают к ней какие-то аспекты. То есть здесь эмоциональный срыв показан вот такой вот на сегодняшний день. Этот срыв будет только углубляться. И, естественно, этот срыв дает, поскольку Луна в раке, а рак – это система пищеварения, внутренних органов. А Луна – это эмоциональное состояние, то вот вся вот эта катавасия, связанная с запахами, с чувствительностью, она больше связана с восприимчивостью человека, с его соматическим состоянием. И здесь рекомендуется вот куда-то направить это эмоциональное движение. Например, там заняться спортом или заняться творчеством каким-то, может быть, начать какую-то жизнь новую, как-то там в походы ходить какие-то, может, еще что-то. Вот что вас привлекает, Екатерина? И тогда это могло бы решить эту проблему. Просто этот пар, который внутри находится, он и дал вот такую вот ситуацию. Это могло быть с мебелью, это могло быть с машиной, это могло быть с чем угодно, с пищей. То есть здесь разницы нет. Убирать надо, конечно, надо убирать плохую мебель, конечно, надо убирать плохую мебель, но больше надо заниматься своим внутренним состоянием. Найти вот ту точку, которая поглотит вот эту вот огромную энергию, которая здесь показана. Тут просто в бой надо идти. И в ближайшее время вот такая ситуация, что будет сплошной эмоциональный стресс, если себя не найти. Это первое. Второе, что касается супруга. Что касается супруга, то, ну, не знаю, здесь изменения показаны, изменения показаны позитивные. На сегодняшний день, вот в этом году, до конца года стоят очень тяжелые показатели. Но потом они изменятся, изменятся в лучшую сторону. Может быть, со второй половины года начнет это меняться. Может быть, ближе к осени начнутся такие изменения. Изменения есть вот, если начать что-то новое, изменения будут позитивные. А так, вот классический вариант развода вот на сегодняшний день показан. Но лучше потерпеть немножко, и все это закончится. Что касается работы, то у меня прекрасные карьерные показатели. Прекрасные карьерные показатели. И здесь надо заниматься чем-то своим, чем-то руководить или придумать что-то свое вообще в жизни. И вот тогда все будет хорошо. Еще у нас один вопрос. Один вопрос задает его Виктория. Здравствуйте, меня зовут Виктория. Увидела вас, увидела случайно вашу передачу и заинтересовалась. У меня сейчас непростой период в жизни. Очень бы хотелось узнать, что меня ждет еще в этой жизни. Родилась тогда-то, тогда-то. Город Белгород-Днестровский. Но уже 35 лет живу в Мурманске. Конечно, в первую очередь интересует личная жизнь. Но и здоровье и работа тоже немаловажны. Заранее благодарю. Буду с нетерпением ждать ответа. Сейчас мы это все включим. Гороскоп Виктории. Вот найдем его. Вот он. Напоминаю, что гороскоп и натальная карта – это синонимы, которые применяют астрологи. А тот гороскоп, который печатают в газетах или мы слушаем где-то в средствах массовой информации в интернете – это лишь прогноз по знакам зодиака. На самом деле, вот гороскоп такой он. Это карта, построенная на момент рождения человека с точностью до минуты в той географической точке, где он появился на свет. И у каждого он разный, и у каждого преломляется по-своему. Ну, что мы здесь наблюдаем? Здесь мы наблюдаем Солнце в Деве. Солнце в Деве в соединении с планетой Уран. Планета Уран дает независимость, дает огромные, ну, как бы, вот такие возможности видеть все новое, необычное. Кроме того, Уран ведь это планета экстрасенсов, и она вот прямо с Солнцем в соединении. А Солнце – это наше «я», это наше понимание жизни. Меркурий, который управляет Девой, здесь же в Деве, и Плутон еще в Деве находится. Ну, Плутон вообще в оппозиции Юпитеру. Юпитер здесь в рыбах. И это один из показателей, что человек всегда борется. Борется за счастье всех людей, борется за всякие возможности, чтобы у всех все получалось, хочется справедливости. Ну, вот если там в начало XX века такой гороскоп поставить, это обычно революционеры были с такими элементами. Кроме того, здесь в самом начале знака Рака находится Луна. Луна – это эмоциональный мир человека. И Марс. Марс вот эту бедную Луну разгоняет, и поэтому здесь очень такой эмоциональный гороскоп. Ну, в лучшем понимании этого слова. Переживательный, эмоциональный. Вот просто какой-то такой вот дети, педагогика какая-то, вот что-то такое вот показано. Кроме того, Сатурн, планета сжатия, концентрация и карьеры находятся вот в месте карьеры. Хотя и с заходящим узлом, что может эту карьеру не всегда давать. То есть человек будет подниматься до какого-то состояния, а потом все это будет резко бросать. Вот так показано. Ну и что на сегодняшний день, какие здесь показатели по личной жизни. Вот здесь, конечно, надо спросить, вот прошлый год, кусочек позапрошлого года, вот что происходило по личной жизни, были ли там какие-то элементы, связанные с каким-то счастьем. По крайней мере, они могут продолжаться. И вот рубеж 2018 и 2019 года к этому показывает. Что здесь еще? Нагрузка очень большая показана в некоторые времена. Под Новый год, вот который прошел Новый год, депрессия небольшая показана. Там переживания, чувства одиночества. Сейчас это все прошло и начинается все по-новому. Значит, вот Уран перейдет из Овна в Телец в середине года. 30, 60, 90, 120 сделает замечательный аспект к Солнцу. И здесь говорится о том, что начинается новая жизнь, появляется что-то новое в жизни, начинаются какие-то перемены, начинаются возможности. И обязательно эти возможности надо схватить. Нельзя их бояться, хотя здесь вот желание бояться присутствует, желание осторожности присутствует. Но вот этот первый шаг какой-то надо сделать. Надо выбрать себе какое-то направление и в этом направлении двигаться. Причем внезапно все это произойдет и очень интересно. Так, дальше смотрим. Анжелика задает вопрос. Здравствуйте, Сергей. Просьба составить гороскоп для моего сына. Место рождения в Мурманск. Как обстоят дела по профессиональной линии в личной жизни. А также есть еще маленькая дочь София. И вот ее данные тоже приводятся. Какие лучше направления развивать, что приведет к гармонии личной жизни. И дальше вот Анжелика пишет. Сын, не доучившись в университете в Финляндии, решил начать работать. Сложно расти профессионально. В личных отношениях с девушкой 6 лет тоже сложности. Боюсь советовать и все время беспокоюсь. Дочь очень разносторонне увлечена. Но что лучше развивать, чтобы не упустить время? Нам, родителям, уже по 50. Но это вы зря. В 50 лет, может быть, жизнь только начинается. И все вы успеете, вы не волнуйтесь. Итак, начинаем с сына Андрея, разбор полетов. Итак, вот его гороскоп. Ну, натальная карта. По-другому в астрологии она называется. 27 октября 1993 года. Вот, обратите внимание, вот сама картиночка. Что мы имеем? Солнце в Скорпионе в пятом градусе. Здесь же в соединении с Солнцем планета, которая отвечает за все мелочи. Мало того, что Скорпион, да еще и видит мелочи насквозь. Кроме того, Марс, один из управителей Скорпиона. Меркурий, планета, отвечающая за нашу ментальную деятельность, информационную деятельность, речь. И Плутон, второй управляющий Скорпиона, в соединении, в самом Скорпионе. И еще здесь из Водолея Сатурн, который все это сжимает, делает квадратуру к ней. Вы представляете, тут проблема вообще, это проблема не жизни, это проблема характера. Здесь очень такой характер сложный показ. Человек видит недостатки, он готов указывать это другим, он не будет молчать, он видит все насквозь, как рентген, и умеет влиять на людей. И поэтому здесь вот такая вот борьба с самим собой показана, и она идет через всю жизнь. И проблема здесь не ситуация, здесь проблема характера. Вторая планета, которая за все отвечает в нашей жизни, это, конечно, Луна. Луна на восходе находится, Луна на восходе вовне. Луна вовне – это такая эмоциональная жизнь, очень быстрая, такая быстро загорающаяся. Быстро появляется желание что-то сделать, куда-то направить себя. Чувствительность огромная. Вот такие вещи. Для начала трудовой деятельности времена хорошие. Социальный рост показан, показаны возможности всякие. Но до конца года этого карьерный рост будет минимальным. Хотя социальный рост показан. Вот такое противоречие. И здесь человек вот немножечко ощущается вот забитым, зажатым где-то в детстве, в каком-то глубоком. Что-то здесь могло происходить, что повлияло на его судьбу дальнейшую. Ну, конечно, если идти там к психологу, он скажет в два, в четыре года там стрессовые состояния какие-то были. Которые он несет до сих пор в себе. Так что здесь вот так вот. Все это непросто. И сам смысл человеческой деятельности, если будет направлен на какое-то социальное развитие, первое, на помощь людям, второе, и на свое изменение в этой жизни, в позитивную сторону, тогда все удастся. Ну, по личной жизни, что тут по личной жизни сказать? Здесь очень большие противоречия. Может быть, не вступать в брак на каком-то периоде жизни, потому что все это может развалиться в какое-то время. Подождать, прижиться, может быть, даже детей завести сначала, а потом создать брак. Потому что он здесь разваливается просто на куски из-за там эмоционального состояния и характера самого человека. Поэтому надо сначала с собой поработать, а потом все притрется, скажем так. Так, теперь ребенок, ребенок, дочь София, 26 сентября 2009 года. Вот ее гороскоп. Ну, здесь что у меня показано? Ну, во-первых, карьерный рост. Огромный карьерный рост. Огромная известность, которая может быть в жизни. Это раз. Второе. Эмоциональное переполнение. Луна в соединении с Плутоном. Обычно такие люди занимаются танцами или вот чем-то выступлениями какими-то. Или там концертная деятельность какая-то проходит. Вот поиск себя, показать себя, найти себя и предъявить себя миру. Вот такие здесь элементы. Элементы очень хорошие, элементы очень удачные. И показатель то, что карьера будет, конечно, высокой. И поэтому, если есть вот какие-то такие элементы театральности, элементы спорта, связанные с театральностью, элементы танцев с чем-то связанными, тогда это будет очень хорошо и удачно. Я думаю, что здесь самое главное выпустить вот эту внутреннюю пружину, которая здесь показана. То есть человек всегда недоволен собой, человек всегда идет вперед, человек всегда сомневается, правильно ли он делает. Для творческой жизни это очень хорошие показатели. Хотя внутренний дисбаланс здесь тоже из-за этого присутствует. И, собственно, никуда не денешься. Но известность большая. Конечно, эта известность будет достигнута, и эта известность потом выбросится из жизни. Вот так будет брошена и будет чем-то заниматься другим. Очень хорошие интеллектуальные способности. Глубинная память, может быть, отличный язык. Все что угодно, потому что в Деве вот эта верхняя точка гороскопа, которая называется Зенит или МЦ, и тут прямо к ней привыкает и Меркурий, который управляет этой же точкой Сатурна, Солнца. И человек твердый, волевой, с большим эмоциональным зарядом. Вот надо искать, куда этот заряд выйдет. Единственный минус, который здесь есть, это слабый Марс. А Марс слабый в раке. Он может дать проблемы с пищеварением, это первое. А второе, он дает человеку такие качества, что если почва из-под ног уходит, человек очень сильно волнуется. И чтобы это не возникало, надо всегда поддерживать человека. Вот он захотел чем-то заниматься, поддерживать, водить за ручку, говорить, что у тебя получается, ты не бойся. Снимать вот этот эмоциональный напряг, скажем, который может вносить некий дисбаланс. А так гороскоп шикарный для карьеры, для известности. Следующий вопрос. Так, Константин. Вот Константин просто написал дату свою и все. И Константин. Что отвечать не знаем, но посмотреть всегда можно и даже любопытно и интересно. Так. Сейчас, сейчас, сейчас. Вот гороскоп Константина. И если мы здесь посмотрим 9 июля 92-го года, тоже, обратите внимание, вот Луна в знаке Скорпиона в тяжелейшем состоянии, тяжелые эмоции, тяжелейшие переживания, да. Хотя сам человек рак по Солнцу, да, тоже чувствительный, тоже тревожный, но готовый идти на конфликт, готовый биться за правое дело, потому что Плутон находится с Луной в соединении и в оппозиции Марсу. Марсу, прямо как вот какой-то там спецназ, ну, я не знаю, может, полиция, может, еще какие-то. Тут такие, сила показана, борьба показана, война показана. И вот это вот все в очень хорошем состоянии. Единственное, что он не генеральский гороскоп, то есть получить за это государственные почести, там, власть не удастся. И очень большая проблема тут с травмоопасностью, тут надо быть поосторожней. На этом, уважаемые телезрители, наша передача подходит к концу. Есть только небольшое объявление для вас. Продолжается набор учеников на индивидуальные занятия по английскому языку. Новый авторский экспресс-курс для тех, кто ищет и ценит свое время. Всю информацию о занятиях стоимости и расписании можно узнать по телефону 960-021-0620. 960-021-0620. Всего вам доброго. Звоните нам, пишите. Постараемся ответить на все ваши вопросы. Субтитры создавал DimaTorzok